вы будете проводить семинар по целительству кто может принять участие использовать методы дистанционного целительства которые будут в этом семинаре то есть можно иметь знания прошлых семинаров нет это могут люди заниматься этим целительством даже не работающие не занимающиеся занятиями в школе конечно по идее хорошо было бы чтобы было первое хотя бы бесплатная ступень но можно и без этого нужно иметь определенное количество пройденных ступеней нет спасибо галина очень хорошо очень интересные методы адам по лечению людей на расстоянии это восстановление позвоночника убирание острой боли это работает мгновенно за считанные секунды то что я дам уникально прямо вот хотелось бы чтобы как можно больше учеников прошли данные мои обучающие мастер класса эти это уникально вы будете просто уникальным человеком я дам все просто под запись делай так делай так получишь это делай так делай так получишем там буду начинать с того что буду говорить как определить где в доме подклад и после этого выйти говорит нота и там то находится и даже убирать на расстоянии такой подклад энергетический убираю его как очистить пространство как убрать подклад как подключиться к человеку как сделать так чтобы там на него повлиять что представлять сколько по времени представляет великолепный авторский без без слюней соплей и слез просто фантастический и просто от меня широкожественный такой мастер-класс который называется дистанционное целительство он действительно очень быстро может помочь человеку даже действующему целителю или только начинающему начать делать просто нереальные потрясающие чудеса со здоровьем улучшая здоровье и себе и окружающим вас людям год назад я была внутри православной мясорубки на себе испытала все прелестные манипуляции и но их всех но прокрутив все события того армагеддона и став вашей ученицей все как-то разложилась по полочкам может ли быть такое что я встретила свою мамочку после перерождения и узнала ее нет я как-то даже успокоилась и порадовалась за нее нет таких совпадений не бывает нет к сожалению нам в этой жизни не дают тех людей с которыми мы были в прошлой жизни дают только через одно через одно событие то есть через жизнь таким образом возможности встретиться нет никакой дело в том что есть такое понимание как память чужих людей у некоторых людей когда они появляются когда они переходят в состояние которое называется кала чакра в кала чакра саму в кала чакру то есть чакру времени то там есть много событий там происходит все время пополнение информационного поля жизнями тех людей которые проживали какое-то время человек может в этом месте пролететь в некой хронике такой и он может подцепить чего-то воспоминания перед самым рождением это воспоминание может быть воспоминания как будто там он был чьей-то матерью или чем-то отцом но на самом деле это не будут его воспоминаниями это могут быть подцепленные чьи-то воспоминания поэтому не стоит обращать на это внимание можете не сомневаться каждый умерший человек каждого умершего человека не ждет ни ад не судилище никакое ничего когда вы засыпаете вы не осознаете себя также и человек когда умирает он не осознает себя а когда рождается он осознает себя вновь ребенком также я хочу сказать что случае если человек спит больше двое суток то человек может просыпаться с ярким признаками амназии именно поэтому чем быстрее человек рождается тем больше у него есть опыта из прошлой жизни случае если вы не рождаетесь долго то можете родиться с чувствами прошлого опыта но без самого опыта а люди обычно они впадают состояние умершего я его называю сна перерождения и вновь потом рождаются людьми и может пройти 200 лет и 500 лет и 1000 лет а если человек негодяй может пройти десять тысяч лет и потом когда он рождается то его судьба она обычно такая сложная потому что не зря он рождается с старой душой и рождается у тяжелых родителей но обычно судьба такого человека тяжелые это судьбы которые судьбы которые не важно сейчас об этом говорить не будет